В общем, недолго забивали бабку камнями. Дорогие друзья, привет! Что-то у меня сегодня меланхолическое настроение, я вам решил записать ролик. Я тут подгрузил Макса Покровского вопросом. И, ну, в общем-то, хорошо, что выяснилось, что, в общем-то, наши рок-музыканты, ну, они, в общем-то, не являются сатанистами, никто из них, в основу, я думаю. Они, в общем-то, получают свои послания вне зависимости от своих вероубеждений, ну, вы понимаете, то есть они являются медиумами. В общем, это их таланты с детства, как они пишут. Вы сейчас посмотрите, как Макс Покровский подгрузился от моего вопроса. Я вам со временем сделаю список песен, в которых явно проповедуется приход Антихриста, ну, которые они ждут. Ну, одно хочу сказать, почему я пришел, что, что, в общем-то, эти наши, ну, в общем, дьявол, он как, он людьми пользуется силой, ну, то есть он не спрашивает часто их разрешения, он как входит через грехи, так и в эти духи также, ну, пользуется телами, пользуется людьми, так же, как, например, от обратного Господь, чтобы, чтобы к нему, ну, чтобы он, скажем так, человеку дал Святого Духа, там нужны какие-то невероятные усилия с человеческой стороны, так что, друзья, вот, послушайте вопрос, Макс Покровский аж глазом одним заморгал, он, короче, в общем-то, явно не ожидал такого вопроса, и он сам не знал, как на него ответить, послушайте. Коли Евнух, спасибо за 5 евро. Спасибо большое, Коли. Макс, было ли влияние песни Golden Years, видимо, Дэвида Боуи на твою песню «Золотое время», и ты как влился в тусовку шаманов, ждущих своего мессию, по-нашему православному антихристу, иначе откуда солнце и дождя? Я обожаю Дэвида Боуи, но думаю, что никакого влияния вот этой песни нет. Я просто помню, как она рождалась в башке «Золотое время». Вот. Что касается вливания, ну, вы знаете, я... Это формирование фразы в голове, как лайм, строчка. Я... Там какие-то свои процессы в голове, я их не могу описать. Я, понимаете, я не отказываюсь ответить на ваш вопрос. Я просто всегда так говорю, и это правда. Оно как-то там... Ну, разумеется, что ты делаешь, конечно, трифму. Ну, как бы, ну... Ну, а что сейчас происходит? Ну, просто как... Мы как язычники себя видим. Ну, в общем, вы поняли. Мой дорогой Макс Покровский, мой любимый... Один из моих любимых исполнителей. Вот. Он... Он сказал... Он сам, в общем-то, затроил, ну, на этот вопрос. Он просто не знал, что ответить. Ну, так и большинство наших рок-музыкантов, бедных, православных, наших дорогих братьев. Ничего они сами не понимают, пишут себе. И так оно и действует, и работает. Так что, друзья мои, поклонники моего канала, все два моих поклонника, если что, если вы видите еще шамана, можете писать комментарии. Послушайте песню Макса Покровского «Золотое время», одно из новых. Послушайте песню Александра Васильева «Сплин». Там что-то, «Гарри Поттер, приди» — это чистый призыв прихода Антихриста. Ну, там письмо Гарри Поттеру. В общем-то, спасибо за внимание. Выход в мой эфир был спонтанным. До свидания.